Республиканский марафон по скандинавской ходьбе среди пенсионеров собирают более 5000 человек по всей стране. Участники одновременно стартуют в разных городах, от Пружен до Бобруйска. В их числе и те, кому уже далеко за 80. Любители активного отдыха в один голос уверяют – спорт – дорога к долголетию. Как-то придал столько силы и энергии, что не хочется останавливаться, еще бы круг прошли. Мы ходим в группу здоровья, занимаемся спортом два раза в неделю, так что все чудненько. Прямо душа радуется. Очень приятно, что люди такие все активные у нас, преклонного возраста, но приятно очень. Здоровым жить здорово. Скандинавская ходьба безопасна для суставов. Во время движения включаются 90% мышц тела. Так легко укрепляются спина и плечевой пояс. Опора уменьшает нагрузку не только на колени и таз, но и на пяточные кости. Этот вид спорта подходит для тех, кто страдает бессонницей, избыточным весом, сколиозом и даже бронхиальной астмой. В нашей поликлинике создан центр активного долголетия, где активно занимается наше поколение старшее. Поэтому мы приглашаем всех желающих в нашу поликлинику. Кабинет номер 402 для занятия. Самба, ча-ча-ча, румба. Олевтина Осипенко в свои 71 занимается латино-американскими танцами. Новое увлечение появилось год назад. В кружке Тетсона Ленинского района женщина обретает новых друзей и, что самое главное, укрепляет здоровье. И у нас преподаватель хороший, хореограф Юлия Вячеславовна. И когда заканчиваются танцы, мы уже так подстираем салба, пьем воду. Я думаю, вот хорошо, что я пришла и настроение поднялось. Благодаря поддержке государства ни один пожилой человек в нашей стране не остается без внимания. Елизавете Жараховских 79 лет. Женщина живет одна и из дома практически не выходит. Отказывают ноги, болит спина. Два раза в неделю к ней спешит соцработник. Приносит продукты, помогает по дому, покупает лекарства. Всегда все вовремя и то, что нужно. Как только в вторник я уже на часы смотрю, говорю, господи, скорее бы Леночка пришла. Пятница приходит, говорю, ой, скорее бы уже Леночка пришла. Это душа моя. Сегодня в Беларуси проживают более полутора миллиона человек старше 65. Каждый пятый продолжает работать. Статистика доказывает, жизнь с выходом на пенсию только начинается. В 2022-м в брак вступили 1216 женщин и 1883 мужчины, которым исполнилось 60 и более лет. Ольга Васенда, Никита Александров, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели.